Друзья, начинаем день с экстренных новостей. В Украине ликвидирован батальон из Чувашии. Что произошло и какая истерика в самой Чувашии, и как пытаются это прикрыть местные власти, и как Россия пытается осуществлять фактически геноцид национальных меньшин в своей стране, направляя их умирать в Украину. И это такая абсолютно осознанная политика, имперская, колониальная, российская. Сейчас обо всем об этом поговорим. Вы, пожалуйста, подпишитесь на канал, проверьте свою подписку, потому что, к сожалению, у людей пропадают подписки. И это очень серьезно, это нужно срочно исправить. Потом они не получают мои видео, потом даже удивляются, говорят, а вы снимаете новые видео? Ну, конечно, они не видят подписку, не видят новые видео из-за того, что снята подписка. Поэтому проверьте прямо сейчас, ну и пишите, где вы увидели это видео, где вам предложили его посмотреть, потому что это важно мне, чтобы найти способы, как нам добиться увеличения просмотров сегодня на нашем канале, которые атакуют российские боты. Итак, с вас лайк, подписка, комментарий, шер. А с меня вам интересная информация и важная информация. И вот буквально 29 октября в Украине был уничтожен фактически целый батальон мобилизированных из Чувашии. Давайте напомню, что такое Чувашия. Это такой, можно сказать, приволжий регион России, значит, населением чуть больше миллиона человек, большую часть населения которого составляют Чуваши. Это такой тюркский народ, колонизированный Россией, покоренный, и который сегодня они используют для того, чтобы воевать, убивать. Население Чувашии постоянно снижается, количество Чувашии в самой Чувашии постоянно снижается. В этом и цель России. Сто лет назад Чувашии составляли 80% населения этого края, сегодня чуть больше 60%. Ну, то есть, вы понимаете, и дальше как раз их собирают Чувашии и отправляют их умирать в разных горячих точках. Но и сегодня в первую очередь в Украине массово мобилизируют и отправляют. И вот буквально на днях появилось видео, как там мобилизированные из Чувашии танцуют на железнодорожной станции перед тем, как их отправят в Украину. Посмотрите. А вот как закончились их танцы. Приехав в Украину, Хаймарс. Они сразу встретились с Хаймарсом. Колонна сожжена, уничтожена. В колонне было 4 Урала, 38 УАЗов. Ну, в общем, огромное количество техники, машин, которые перевозили личный состав. Не менее 10 машин сожжено. Но посмотрите на эти фотографии, на которых отчетливо видны номера из Чувашии. А теперь посмотрите на видео результата разгрома колонны. Телеграм-каналы Чувашии пишут о не менее чем 120 погибших и раненых. И что целый батальон фактически уничтожен. Посмотрите, что пишут телеграм-каналы. И списки выкладывают этих погибших или тяжело раненых. Что на это отвечает Чуваша и власти Чувашии? Ну, абсолютно ничего не отвечают. И вместо этого выпускают военкома Чувашии, который угрожает распространению фейковых новостей. Но это все у них фейк. Тут, правда, списки есть. А скажите, что это неправдивые списки. Нет, они этого не говорят. Они просто угрожают уголовной ответственностью и грозятся, что всех найдем. Посмотрите военкомы Чувашии. Напоминаю, что за распространение недостоверной информации о деятельности вооруженных сил Российской Федерации, ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которые создают угрозы причинения вреда жизни и здоровья граждан, убедительно прошу ее не распространять. По одному его лицу видно, что ему наплевать на этих, собственно говоря, мобиков, и ему главное, значит, выполнить план, отправить и дальше угрожать уголовными делами. Ну а глава Чувашии выходит с сообщением, не разумяйте фейки, но не пишет, что это вот эта конкретная ситуация фейк. Потому что вы все сами понимаете. Посмотрите на пост главы Чувашии. В общем, дальше утилизируют национальные меньшинства. Вот, собственно говоря, что они делают. Вообще, тема межнациональных отношений в России сейчас очень обострилась, особенно после того, что произошло в Махачкале и еврейского погрома, который произошел в Махачкале, в аэропорту Махачкалы. Кстати, вам напомню, что в составе России есть еще и еврейская автономная область. Как это сочетается в одной стране, вот этот еврейский погром в Махачкале и еврейская автономная область, конечно, понять очень сложно. Ну, в общем, очевидно, что межнациональная ситуация просто натянута, как струна. Но это очевидно всем. Но пресс-алкаше МИДа Мария Захарова утверждает, нет, это все инспирировано, все инспирировано плохим Западом и очень плохой Украиной. Вот, а у них мир и гармония, посмотрите. Массовые беспорядки, произошедшие 29 октября в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации. Они были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России. Ну и тут же ей противоречит про то, что у них мир и гармония, тот же самый депутат Гурулев Госдуры. Этот решил рассказать о том, что реально происходит в Забайкалье. Я напомню, в Забайкалье очень большая доля национальных меньшинств, проживают, в том числе, буряты, которых утилизируют в Украине какими-то жуткими количествами Россия. И вот он рассказывает, что она их утилизирует не только в Украине, но еще и замораживает в самом Забайкалье. Вы сейчас послушаете, что он рассказывает, и обратите внимание на его слова, что план эвакуации есть. Мы стоим на грани катастрофы. Ведь до сих пор не принято решение по центральной котельной Петро Забайкальского. И предельно понятно, что полтора котла эту зиму не вылезут. До сих пор нет котла для отопления детей-сирот в Красном Чикое. А уже сегодня, конец октября, последнее число. У нас громадные проблемы в Чернышевске. Но до сих пор по одному котлу работает Забайкальский и в Борзе. У нас есть проблемы по Нерчинской пошилке, да еще по многим населенным пунктам, которые, к сожалению, не решены. И, конечно, я бы очень хотел, когда мы получаем дополнительные доходы и вносим дополнительные расходы в бюджет 23-го года, и, к сожалению, там нигде не прозвучало вопросом жилищно-коммунального хозяйства. Наверное, это надо пересмотреть. Но это мое мнение, потому что, конечно, можно и планы сделать по эвакуации населения. Это все готово будет в главном управлении МЧС и правительство подготовить к этим моментам. Но все-таки хотелось бы, чтобы все прошло по-человечески, чтобы люди получали тепло в нужном объеме. И как в прошлом году, все Борзе не замерзало. Ну, как-то вот так. Еще видели в конце, он говорит, будет замерзать, как в прошлом году. То есть каждый год они там замерзают, кто выживает, их отправляют умирать в Украину. Ну, прекрасная страна, гармоничные отношения. И обратили внимание, как он сказал, про планы эвакуации. Представляете, 21-й век, из-за того, что они не могут какие-то котлы починить и дать отопление в города, они разрабатывают зато планы эвакуации людей. Ну, от мороза. Ну, супер. Супер страна, что здесь можно сказать. Супер гармоничный, как сказала Захарова, гармоничное, этно-конфессиональное развитие и отношения в России. Супер. Только там не замерзнете, пожалуйста. Ну, а чтобы не замерзнуть, можете поехать умирить в Украину. Вот, собственно говоря, все гармоничные, этно-конфессиональные отношения в России. Помогите мне поделиться этим видео. Еще раз проверьте свою подписку, с вас лайк, шер, комментарий. Держим строй.